Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео хочу поделиться своим очередным открытием. Возможно, кто-то сейчас посмеется, да какое же это открытие, но поскольку я только начинающая вязальщица спицами, для меня все открытие, я с чистым сердцем, как говорится, и с открытой душой хочу делиться с вами своими знаниями, своими наблюдениями, в общем, всем тем, что, возможно, кому-то пригодится. И даже если эта информация пригодится одному человеку, то это для меня уже победа, и я буду этому очень-очень рада. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о пышной резинке. Мы уже связали вот такую прекрасную шапочку этой пышной резинкой. Но дело здесь вот в чем. Вчера, я сейчас уберу эту шапку, вчера я начала вязать свой снуд и сделала для себя открытие, что провязывание изнаночной петли бывает разным. То, что оно бывает разным, я об этом знала. И у меня это происходит совсем необычно. То есть, изнаночную петлю, так как вяжу ее я в основном, не во всех случаях, но в основном. Мало кто так вяжет. Вот. И шапочку, вот здесь в пышной резинке, я вязала необычным своим способом. То есть, так как в основном вяжут все вязальщицы. То есть, существует два способа провязывания изнаночной петли. Классический и бабушкин. Других способов не существует. Но существует еще один способ, которым вяжу я. И вот здесь, в этой шапочке, я вязала изнаночную петлю классическим способом. И вчера. Думаю, дай-ка я попробую. А что же мне стоит, как говорится, дом построить? Нарисуем, будем жить. Вот и я вчера, думаю, да я попробую пышную резинку вязать тем способом, который привычен для меня. Вот этот редкий способ. Девочки, для меня это было открытие. Настолько быстро и удобно все пошло, может быть, именно это провязывание вот в пышной резинке действительно наиболее благоприятное. Я решила с вами этим поделиться. Но не только этим. Много информации сейчас расскажу. Вы видите, как преобразовался мой снуд. Вы сейчас его даже не узнаете. Вот, смотрите, вот было начало. То есть, вот оно начало. Вот так вот, наверное, будет понятнее. То есть, вчера мы начинали с вами вязать снуд. Я показывала вам этот узор и пышную резинку. И вот было начало вот этого эластичного края. Я немножко провязала и думаю, дай-ка я примерю этот снуд. Что там вообще происходит, как он смотрится с шапочкой, ну и все остальное. С шапочкой смотрится просто прекрасно. Будет шикарнейший набор. Кстати, вы мне ничего не написали по поводу варежек. Так думаю, что они вам не нужны, мастер-класс. Вот, но дело в другом. Когда я стала примерять, я увидела, что этот снуд можно превратить в воротник. То есть, это будет такая, даже не снуд, это будет, ну как накидка, накидка в воротник. Сейчас прервусь, возьму листик и я нарисую вам то, о чем я хочу вам рассказать. Значит, смотрите, вот такой снуд предполагался. То есть, здесь была вот такая вот резиночка. Вот она. И дальше предполагались идти вот эти вот наши косы переплетения. Вот такой вот снуд трубой я предполагала сделать. Здесь ничего, ну как бы не предполагалось внизу. И носить его с нашей шапкой. Ну, когда я стала вчера примерять, то получилось, что форма моего снуда, то есть, вот так получилась здесь вот резиночка. И он просто вот просится продолжить его, когда я продолжу вязать эти косы, причем я предполагаю, как вот расширить, да, то есть, он прям просится вот, чтобы связали вот такой вот, не знаю, это не перелина, но это воротник. Вот так, да? Вот. Ну, тогда некрасиво здесь вот эта вот резинка. Вот этот вариант мне очень нравится. Я потом расскажу, как я буду делать вот это расширение. И что я сделала? Я взяла крючком, добрала вот здесь вот спицами, крючком добрала петли на спицу и стала вязать резинку, которая будет вязаться вот такой вот трубой, достаточно длинной, чтобы потом можно было это отвернуть. Думаю, понятно. Сейчас покажу, покажу, что получается у меня и почему так. Вот. Видите, с этой стороны получился вот такой шов, но он будет как бы с изнанки, да? Дальше я начала вязать обычной резинкой один на один. Вот она идет. Вот. Это для того, чтобы хорошо прилегала к шее. Вот, чтобы хорошо грела нашу шею. Да? Да, кстати, что еще? Добрала я здесь петли, вот когда добирала, я несколько уменьшила. Как вы помните, у меня вот здесь было 120 петель, чтобы провязать 5 рапортов вот этого нашего жгута косички. Но поскольку труба идет вот так вот, да, ну, как бы воротник, чтобы красиво лежала по шее, я здесь добрала меньшее количество петель. У меня вот здесь вот сейчас 90 петель. То есть, понимаете, 120 было, стало 90. А получается, что 30 петелек у меня вот здесь убралось. И дальше я стала вязать просто обычной резинкой один на один. Даже не эластичной. Мне здесь не нужна была такая тугая резинка. Вот. А потом продолжила пышной резинкой. То есть, вот, чтобы... Вообще я люблю моделировать, выдумывать, чтобы эта труба красиво лежала по нашей шее, чтобы она прилегала к шее и грела. Дальше я вот стала вязать пышной резинкой. Посмотрите, какая красота получается. Вот, видите? Здесь продолжу вязать вот эти вот косы. Причем я поменяю спицы на больший размер, чтобы расширить вот этот наш накид-куворотник, да. Очень красиво, девочки. Вот, ну, в реале смотрится очень-очень красиво. Думаю, будет шикарный набор. Представьте, вот эта вот шапочка, да. И вот такой вот снуд-воротник. То есть, можно будет как и под верхнюю одежду одевать, так и по весне, вот когда еще не совсем тепло, прохладно, можно будет одевать прямо на верхнюю одежду. Допустим, на какое-то, ну, такое классическое пальто, да, чтобы оно было не спортивное, а такое более прямого силуэта, что ли, да, без всяких наворотов. Будет очень-очень красиво смотреться. Вот, какую информацию еще хочу вам донести. Вот, посмотрите, как увеличивается обычная резинка, вот здесь вот, да, вязалась, и пышная резинка. Посмотрите, насколько пышная резинка увеличивается в объеме. Петли-то одни и те же количества, а объем значительно увеличился. Я даже перешла на спицы меньше. То есть, пышную резинку я начинала вязать одним размером спиц, а потом перешла на меньшие спицы. И вот, как раз, давайте поговорим о спицах. Все вы помните, практически под каждым своим видео я делюсь с вами ссылочкой, где я покупала эти спицы. Эти спицы китайские, 11 наборов, стоят очень дешево, до 500 рублей. Доставка бесплатная. И много было комментариев, и комментариев по поводу того, что они гнутся, по поводу того, что они, ну, плохого качества, и не стоит покупать такие спицы. Что могу сказать? Вчера я эти спицы попробовала. Девочки, это шикарные спицы. Не слушайте никого. Потому что, в сравнении вот с этими дорогими спицами, которые я купила за 400 рублей Ади, вот эти мне нравятся больше. Как вы видите, ничего не согнулось. Абсолютно ничего не согнулось. Спицы очень хорошо, не знаю, ими очень-очень удобно вязать. Шикарный набор. Просто рекомендую. Вы сейчас посмотрите, как я вяжу, и то, что я дальше хочу до вас донести. Вот этот необычный способ провязывания изнаночной петли, и как им хорошо вязать в этой пышной резинке. Но большое спасибо хочу сказать одной моей подписчице, которая прислала мне информацию по поводу размеров вот этих вот спиц. Потому что китайские размеры, они непонятные для нас. Большое вам спасибо. Я даже сохранила вот эту картинку. И вот, значит, начинала я вязать здесь резинку. У меня была китайская девятка. Это, смотрим, 3,75 размер был. Сейчас я вяжу 12-м китайским номером. Он соответствует нашей троечке. Большая, огромная вам благодарность за вот эту информацию. Она очень-очень мне нужна. И тем, кто приобретет вот такой набор спиц, вот эта информация тоже пригодится. То есть, соответствие китайского размера и нашему размеру. Так, и теперь как раз непосредственно переходим к тому моменту, о котором я, в принципе, сегодня хочу вам рассказать. Да, еще один момент. Вот все споры были о том, ну, кто-то даже смеялся, что я вяжу в круговое вязание на двух парах спиц. Вот я вяжу сейчас на чулочных спицах. Девочки, в стыке, в моменте, вот где переходит вязание со спицы на спицу, все равно это просматривается. Вот, не знаю, может быть, это у меня так, но все равно вот здесь вот не видно. Здесь вот я вижу этот переход. Здесь вот тоже он немножко, ну, как бы отличается, да, видим разницу. Так что вязание на круговых спицах на двух парах меня очень-очень устраивает. Конечно, не всегда это, ну, как бы удобно. Возможно, какие-то мелкие вещи и удобнее вязать на пяти спицах. Но, как бы все способы, они хороши. Так, мои коты. Да, чем еще хороши вот эти вот спицы? Девочки, у них очень прекрасный размер. 25 сантиметров. Такого размера в Аде нет. То есть там есть 20 сантиметров. Вот они, видите? Они короче на 5 сантиметров. Сейчас вот в камеру не помещается. Хотя, наверное, вот практически поместится. Вот, видите? Вот эти 5 сантиметров очень важны. Потому что следующий размер спиц Аде, ну, и, возможно, других размеров, идет 40. То есть, понимаем, идет 15, потом 20, потом идет 40 сантиметров. А вот эти спицы, они 25 сантиметров. Как говорится, то, что доктор прописал. Очень удобные. Да еще за такую смешную цену. Мне даже было смешно читать эти комментарии, что не стоит покупать. Они плохие. Они шикарные. Они просто шикарные. Ну, а теперь давайте покажу то, о чем я хочу рассказать. Вот, о провязывании изнаночной петли. Сейчас подниму немножко. Чтобы мне видеть камеру. Ой, девочки, как-нибудь сниму вам видео. Покажу, как снимаются мастер-классы. Ну, вообще, что это такое? С чем его едят? Сколько сил и энергии тратится на то, чтобы снять этот ролик, выложить его, отредактировать, прокомментировать, найти нужные слова? В какой позе сидит блогер порой? Просто показать тем неблагодарным людям, которые смотрят видео и ставят дизлайки. Это ладно. Это бог с ними. Ставьте на здоровье. Те, кто пишут какие-то хамские комментарии, вы когда-нибудь сами возьмите, попробуйте и снимите ролик. И посмотрите, каково оно и как это вообще. Я просто покажу как-то со стороны, как это выглядит. Так, ладно, все, много болтаю. Приступаем вязать. Итак, у нас пышная резинка, спицы у нас здесь китайские, троечка. Шикарнейшие спицы. Сейчас проверю. Вот я вот не помню, что я здесь вязала. Вот наш способ. Ага, здесь у меня будет идти сейчас двойная изнаночная. Вот как раз я ее вам и покажу. Смотрите. Мы провязывали эту изнаночную петлю в прошлом видео, хватаясь за заднюю стенку. Вот так. Я так, конечно, не провязываю. У меня идет интересная изнаночная. Я провязываю вот так. Смотрите. Вела, поскольку она у нас двойная сейчас. Захват нити вот так. И потом протащила. Очень удобно и очень быстро. На самом деле выглядит, как говорится, изнаночная с выворотом. Необычная изнаночная. Но провязывается намного быстрее и легче. Сейчас вы в этом убедитесь. То есть лицевая такая же у меня осталась. А изнаночную я провязываю вот так. Ну и посмотрите теперь на скорость вязания. И посмотрите на скольжение спиц. Как легко и очень удобно работать этими спицами. Девочки, рекомендую. Просто шикарно. Я очень-очень рада, что я нашла эти спицы на Алиэкспресс. Потому что найти то, что хочешь на Алиэкспресс, достаточно проблематично. Поэтому делюсь с вами информацией и рекомендую, просто советую купить эти спицы. Потому что это просто находка для вязальщицы. Посмотрите, как увеличилась скорость. Она просто стала сумасшедшей. Это то. Еще, что я сижу сейчас неудобно. Я смотрю в камеру, чтобы показать вам вот это свое очередное открытие. Так. Это вот сейчас идет двойная изнаночная. Посмотрите, насколько быстро и легко провязывать. Может быть, это потому, что вот она сама по себе вывернутая петля. И здесь вот нам ее приходится выворачивать, как бы, да, провязывать. Но это очень гораздо быстрее происходит, чем при обычном провязывании. Просто очень-очень быстро попробуйте. Попробуйте, конечно, так, как вы вяжете. И попробуйте вот этот способ. Чем хороша еще вот эта моя изнаночная, назовем ее так, я ее всегда так вижу, не только вот в пышной резинке, да, наклон петель всегда идет в одну сторону. То есть, если мы провязываем классическую петлю изнаночную и лицевую, ну, это мое наблюдение, да, то петли смотрят, изнаночная петля классическая смотрит в одну сторону, а если мы провязываем ее за переднюю, нет, так, за заднюю стенку, лицевая смотрит в другую сторону. Мне это не нравится. Вот при таком провязывании все петли смотрят в одну сторону. И когда нам нужно распустить, допустим, да, вязание и потом опять собрать наши петли на спицу, здесь вообще никаких заморочек. То есть, петли смотрят в одну сторону, мы их собираем на спицу, если такое происходит, да, если нам нужно распустить. очень-очень легко. Вот это мне тоже нравится. И еще я заметила, что вот такая изнаночная, изнаночная с выворотом, да, необычная изнаночная, гораздо ровнее лежит. Я уже не говорю про классический метод, да, вернее, про бабушкины, бабушкины петли. Вот такая изнаночная гораздо ровнее лежит в вязании. То есть, смотрите, какая скорость. Просто сумасшедшая скорость. И очень легко стало провязывать вот эту двойную изнаночную в нашей пышной резинке. Я вам просто вот болтаю и рассказываю, да, вы сами видите, насколько это быстро. повторюсь, что я сейчас сижу неудобно. Я смотрю в камеру, работаю через камеру. Давайте сейчас еще раз медленно покажу. Для тех, кто дотошный такой, как я, да, просто возьмите и провяжите эту петлю, просто полотно сделайте. Возможно, когда-нибудь и я сделаю этот эксперимент. Провяжу несколько образцов бабушкиным методом, провяжу несколько образцов классическим методом, и в третий образец провяжу вот вот эту необычную изнаночную с выворотом, да. И мы посмотрим наглядно, как выглядят петли и как выглядит полотно. очень легко и очень быстро пошла работа. Так вот, сейчас у меня будет наоборот лицевая двойная. Здесь я вам еще покажу. Так, здесь обычная изнаночная. Вот, смотрите, как я ее вяжу. Вот так. То есть, я захватываю не вот так, как при бабушкином методе, да, и провязываю. А я захватываю как при, в смысле, как при классическом методе. Я захватываю, вот, петлю ввожу, как при бабушкином методе, но потом провязываю не вот так. Посмотрите, петля ложится вот, потом идет захват вот так, и вот. вот это вот моя необычная петля изнаночная, которую, ну, мало кто вяжет. Ее на самом деле мало кто вяжет. Это мне и в комментариях пишут, но она мне очень-очень нравится. Сейчас еще раз покажу медленно. Вели, как при бабушкином методе. Сверху захватили накид и вот так. Вот. Сняли. Еще раз. Вели сверху вниз, обкрутили ниточку, вытащили. Вели сверху вниз петлю, обкрутили, захватили, вытащили. Вот. Именно в этой пышной резинке вот такая изнаночная просто находка. Попробуйте. Может быть, вам это очень понравится. И это облегчит ваш труд. И еще рекомендую настоятельно. Рекомендую купите эти спицы. Во всяком случае, если они вам не понравятся, 487 рублей в наше время за 11 наборов, это совершенно, можно сказать, даром. Не понравится, подарите кому-то, это принесет радость. тем более, 8 марта на носу. Как мне подруга уже, не буду называть имя, написала в комментарии, что осталось встретить, подарить носки на 23, получить мимозу, напечь куличей, и потом выгулять свой Париж в парке Терлецком, моем любимом. На самом деле так, девочки, время очень-очень быстро летит, время летит неумолимо, поэтому цените его, цените каждый миг, радуйтесь жизни, побольше позитива, пусть в вашей жизни будет только волшебство и сказка. Надеюсь, эта информация в этом сумбурном видео была для вас полезной. Очень жду ваши комментарии, попробуйте связать необычную изнаночную, особенно в этой пышной резинке. а я пока с вами прощаюсь и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!